Кому и как помогает программа развития продуктивной занятости массового предпринимательства, запущенная два года назад, поговорим с гостем в студии, директором Департамента занятости Министерства труда и соцзащиты населения Казахстана Ербалатом Абулхатиным. Доброе утро. Спасибо, что присоединились к нам, к нашему эфиру. Каких уже значимых показателей удалось за два года работы программы «Янбек» достичь? Доброе утро. Программа развития продуктивной занятости массового предпринимательства рассчитана на 2017-2021 годы. Уже программа прошла свой экватор, подошла к своему этапу. За эти годы достигнуты определенные результаты. Скажем так, за 20,5 года обратились для участия программ почти 1,643,000 человек. Из них 1,540,000 человек стали участниками программы, соответствующие критериями, потому что они безработные, самостоятельно занятые, непродуктивно занятые населением. Но значимым показателем программы является трудоустройство. То есть за 20,5 года в рамках программы «Янбек» было трудоустроено 1,2,000 человек. Из них 848,000 человек были трудоустроены на постоянную работу. В следствии этого ситуация на рынке труда Республики Казахстан значительно стабильная. Уровень безработицы, если бы в начале 2017 года составлял 4,9%, то на сегодняшний день она до 2,5 года снилась на 0,01% пункта. И сейчас составляет 0,4,8 пункта. Кроме того, число количества безработного населения, по учитывая органами статистики, у нас было 443,000. Сейчас на сегодняшний день она тоже наблюдается снижение составляет 441,000 человек. А вообще за счет каких показателей определяется эффективность программы и ее целесообразность вообще? Ну, в целом эффективность программы можно оценить в первую очередь по основным индикаторам, которые заложены в программе. Это уровень безработицы, в первую очередь. Как я вот сказал, наблюдается снижение за счет реализации программы уровня безработицы на 0,1% пункта. Также наблюдается значительное снижение уровня молодежной безработицы. Если в 2017 году было почти 3,9%, то на сегодняшний день снижение составляет 3,6%. Кроме того, есть определенные показатели, это доля непродуктивно самостоятельно занятого населения. Самостоятельность занятого населения тоже снижается почти, составляет сейчас менее 10%. Ну, сама программа, она направлена, ведется по четырем направлениям. Это первое, это профессионально-техническое обучение бесплатное. Второе направление, это развитие предпринимательской инициативы граждан, здесь государство поддерживает. Третье направление, это создание субсидируемых рабочих мест для определенных категорий граждан. Это как молодежная практика, социальные рабочие места, общественная работа. Кроме того, в рамках этой программы для эффективности применяются механизмы переселения из трудоизбыточных регионов, трудонезостаточные регионы. То есть в этом году в рамках поручения Ель-21 президента страны в рамках программы начал реализовываться проект «Жас Маман» и «Жас Каспер» в рамках «Года молодежи». В 2019 году на реализацию программы «Госказна» выделила 80 миллионов тенге. Как распределяются эти деньги по регионам? Есть ли какие-то приоритетные секторы, где предпринимателям предлагают начать бизнес? Хочу поправить, что в этом году в соответствии с поручением президента страны в целях расширения программы занясти, расширения участников, на реализацию программы было дополнительно выделено бюджетные средства из Национального фонда, на предпринимательскую дозу, то есть на выдачу бесплатных грантов для малобеспеченных и многодетных семей, на обучение, расширение обучения. В целом бюджет программы составляет порядка 160 миллиардов тенге. На сегодняшний день эти деньги, конечно, распределены в зависимости от численности безработного и самостоятельно занятого населения по региону, от заявок областей регионов, на какие меры они будут поддержки применять. В принципе, основные меры поддержки, если смотреть, то основные меры поддержки в рамках программы идут именно на развитие предпринимательской инициативы граждан, которым именно создаются рабочие места. Так, в рамках программы из 160 миллиардов тенге почти 80 миллиардов тенге, почти половина суммы у нас ведет деньги на выдачу микрокредитов для сельских жителей, для городских жителей. Почти 13 миллиардов тенге направлено на выдачу бесплатных грантов в размере до 505 тысяч тенге для малобеспеченных семей, многодетных семей, трудоспособных инвалидов и молодежи. Ну а вообще, если говорить о механизме самой программы, если обратная связь какая-то, мало же участникам просто выделить деньги, нужно какую-то оказать юридическую поддержку, консультацию получить. Как вот эта работа ведется? Ну абсолютно правильно. Именно юридическая вот эта консультационная помощь у нас оказывается участник программы, которая развивает предпринимательскую инициативу. В рамках этого данного направления у нас в первую очередь человек бесплатно обучается по проекту «Бастов бизнес» основам предпринимательства. После получения микрокредита в течение одного года данный человек ведет сопровождение его, то есть чтобы сдавать налоговую отчетность, бухгалтерскую отчетность, то есть новый, новоиспеченный предприниматель, который, но не остается один на один, то есть в этом соответствующий государственный орган, соответственно НПП, а там и кинорегиональные филиалы помогают вести сопровождение его дела для того, чтобы он устойчиво стал на свои ноги. А вот смотрите, Рабулат Макомедович, вы говорите цифры, да, они такие, ну вроде как цифры, ну какие-то значимые, безработица сокращается и так далее. По поводу все-таки эффективности программы «Инбек», вы как-то потом мониторите, как работает данный или иной предприниматель? Действительно ли этот бизнес пошел, или он все-таки обанкротился там через пару месяцев, да, или, то есть эффективность саму, результаты, да, сами, как вы отслеживаете вот этот момент? И отслеживаете ли вообще? Абсолютно правильная эффективность программы у нас оценивана как, в основном, через показатель трудоустройства, при этом трудоустройство именно на постоянную длительную работу. Для этого у нас есть все механизмы, все рычаги, то есть при министерстве имеется информационная система рынок труда, в рамках которой она интегрирована с информационной системой Государственного центра по выплате пенсии. Количество трудоустроенных граждан мы мониторим через наличие ОПВ. То есть если человек, если работодатель отчисляет пенсионные отчисления, если эти пенсионные отчисления отчисляют длительный период в течение года, действительно этот человек работает, действительно этот человек трудоустроен. Что касается предпринимательства, то в рамках данной госпрограммы, то оператором этой программы выдается через фонд финансовой поддержки, сельскохозяйство, через дому, банки второго уровня. Здесь тоже есть механизмы отслеживания именно конечных результатов. Это, в первую очередь, целевое назначение кредита, наличие налоговых поступлений, наличие регистрации в соответствующих налоговых органах. То есть контроль и мониторинг по всем направлениям программы есть. Дана программа предполагает какую-то помощь предпринимателям? К примеру, если вы отслеживаете, что данный бизнесмен или физлицо, налоговые поступления прекратились, так или иначе что-то не пошло. Помогаете ли вы таким людям? Разбираетесь ли в ситуациях? Может быть, финансово помогаете или просто консультация? Или такая работа? Есть же статистика, сколько людей начали свой бизнес и продуктивно работают, а сколько нет. Ну, отличие государственной программы и других программ поддержки бизнеса заключается в том, что эта программа, в первую очередь, направлена на самостоятельных и безработных населения, которые никогда не занимались предпринимательской деятельностью. То есть эта программа, она создает новых предпринимателей, она за счет выдачи льготного микрокредитования до 6%, то есть создает новый пласт бизнесменов, которые не занимались. Дальнейшая поддержка уже состоящих из наших бизнесменов, он уже идет в рамках других программ, как дорожная карта бизнеса, агробизнес. Вместе с тем, конечно, есть определенный процент людей, которые в соответствии с бизнес-планом, то есть он дальше не идет, поэтому отдельные категории граждан, они тоже не остаются один на один. В рамках программы уже дополнительно новые механизмы им предлагаются, то есть это переобучиться или социализируемые рабочие места. Ну и в завершении, наверное, программа будет работать еще два года, я правильно понимаю, да? Возможно, людям, которые еще мало знают или которые не обращались за помощью, есть ли какие-то критерии для ее участников? Я не знаю, возраст, статус, место жительства и куда обращаться сразу, да, чтобы получить обратную связь? Ну, в настоящее время программа ЕМБЕК, она как бы не возникла на пустом месте. Сама программа занято реализуется в Республике Казахстан 2011 года. Государственная программа ЕМБЕК, она, конечно, рассчитана до 2021 года, вместе с тем министерство, она дальше будет продолжать программу занятости, как наиболее эффективную форму борьбы с безработицей, с бедностью. Поэтому основные критерии участия программы – это безработное население, непродуктивно самостоятельно занятое население, в основном это у нас обращают сельские жители. По возрастным ограничениям у нас в основном люди только до пенсионного возраста обращают трудоспособного. Кроме того, хотел сказать, что для участия в программе сегодня необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства, или сейчас у нас есть информационный сайт www.embeek.kz, это электронная биржа труда. Спасибо большое, времени у нас очень мало. За беседу Юрбалат Мохаммедович был с нами директор департамента занятости, министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.